Вообще о Майдане, как бы с начала до конца, две чувства. Это такая вдохновленность, подушевленность, вдохновленность, высокий подъем духа, объединенность. И второе – это чувство не страха, а преодоления страха. Особенно те дни, когда начали не просто бить, а убивать. Мы научились преодолевать страх. Ну и как оказалось, как сегодня, вот уже становится ясно, что Украине нужно научиться преодолевать страх. На Майдане – это как раз 18-го, 19-й ночью, когда всю ночь, скажем, мы пытались обороняться, а силы заканчивались, физические силы заканчивались. Вот такая шла борьба со страхом, но страшно было не за себя, вот что интересно. Не за себя было страшно, абсолютно. Вот такого страха нету. Это потом я анализировал, позже понял. А бывало страшно, когда казалось, что сейчас они прорвутся полностью и снесут Майдан. А там женщины, девушки, бабушки. И казалось, что если они прорвутся, если снесут, они начнут уничтожать просто. Вот страх за других – это было. Еще такой страх, что если они прорвутся и уничтожат Майдан, это будет проигрышем вот того духа, той силы, которой мы поднялись. Я лично боялся, что после этого начнутся репрессии, и мы проиграем вот это все. А вот это все, что это было? Это было, ну как назвали, революцией достоинства, а потом как бы в результате люди встали за достоинство. Люди больше не могли терпеть не просто несправедливость, люди не могли выдержать, выносить преступность по отношению к людям, к своим людям. То есть преступного режима, преступное, лживое отношение к своему народу. Люди этого уже не могли терпеть. Поэтому как бы стали всенародно. Майдан был таким макетом, стал тогда концентрацией всей Украины. И вот на Майдане победила вся Украина. Я уже говорил такое, что это на Майдане победила вера, единство и духовность. То есть там уже был вопрос, не вопрос принципов, уже в конце, когда люди жизнью своей спасали другие жизни. Это уже было не принципиальность, это не было даже как бы моральное объединение, это было духовное объединение. Это была уже борьба духовная. Там уже люди стали вместе, хрященники разных конфессий, разных верований, и люди разных конфессий, разных верований. Но уже все называли имя Бога, просили Божьей помощи. И фактически готовы были рисковать своей жизнью или даже отдавать свою жизнь, чтобы защитить других. Вот это была уже борьба духовности, борьба любви, такой жертвенной любви против зла. И зло это, это не был просто Беркут, который стоял. Ну там этих беркутовцев, которые атаковали, били, это определенные отряды, которые... А вообще-то дело не в Беркуте было, это режим начал войну. А потом уже стало понятно, что этот режим в Украине, он был инструментом путиновского режима. То есть тогда на Майдане началась та война, которая сейчас идет против Украины. А если тогда Майдан превращен был в такую духовную субстанцию, и верою побеждал, и все время очищал все ненужные вещи, которые возникали. Там и предатели были, и провокаторы были, и противники Майдана были маскированные. Много было негодного, которое было против Майдана. Но когда это поднимало голову, Майдан как такая, я говорю, как духовная субстанция, она как волна шла, это все омывало, весь мусор сбрасывало, очищало. Мы опять должны быть одинаково ответственны за все. Я думаю, каждый из нас, несмотря на то, что вперед такой трудности материальные, финансовые, у нас каждый день начинается чуть ли не депрессия, трудности. То есть мы очень многое, мы истощились, но все равно мы можем быть сильными, опять стать вот такой духовной силой, когда каждый из нас свой максимум будет прилагать. То есть ребята, которые там на фронте стоят, они свои жизни поставили туда. А мы, которые здесь ставим свой максимум, вот тут мы должны задаваться вопросом. Что мы все должны не деструктивную работу делать, легко во время войны критиковать. Я не против критики, надо критиковать, направлять, контролировать. Но когда все выходит из рамок критики, вот буквально опускать, приниживать, во всем винить. То есть когда идет деструкция, деструктивность, общество начинает как бы расшатываться. А это и нужно Путину. Я думаю, мы все должны, каждый на своем месте, чувствовать ответственность и продолжать. И в этом смысле сегодняшнее, вот то, что начинается, вот мастер-класс делает такой форум, посвященный Майдану. Это прекрасно. Мы должны вспомнить, как было. Мы должны из того извлечь свои уроки. То достоинство, то высота достоинства, которое было, мы должны вновь приобрести, чтобы не потерять, как после помаранчевой революции. Мы очень поднялись, а потом все в сторону пошли и начали винить, там типа президента, он во всем виноват. Так не должно быть. Эта революция достоинства нам дала достоинство. Мы поднялись. Вот это достоинство надо соблюдать. И достоинство не только в критике, умении критиковать, а достоинство умения делания. Мы должны строить и строить свою армию, свое государство. И вот мы, художники, которые участвуем, скажем, вот в этом форуме, своими работами, это опять-таки наш внесок. Но это не означает, что если надо будет, мы не пойдем и не встанем вот так, духом и физически. То есть мы должны быть готовы на все. То есть я считаю, что вот культурные мероприятия, ну вот мастер-класс, я хочу сказать, замечательный мастер-класс. Это одна из культурных центров, одна из культурных площадок. И такие культурные площадки как бы показывают, что детей воспитывают в духе культуры. Взрослым предлагают, что культура – это высокая ценность. И вместе с этим деятели культуры напоминают, что мы будем дальше продолжать творить, богом данным талантом, наши дела, наши произведения делать. Но мы не только художники, когда в стране война, мы готовы участвовать в общественной жизни. И если даже надо, защиты страны, своей родины. Потому что впереди жизнь, впереди красивая жизнь. Только надо эту трудность перейти. Как Майдан. Вот здесь по-украинскому, на Украине песня такая «Переведи меня через Майдан». Так вот мы прошли через Майдан. Сейчас мы должны пройти еще один Майдан трудностей. И это не то, что мы должны еще один Майдан устроить против своей власти. А наоборот. Вся страна – это Майдан, и она в трудности. И вот эта вся страна, как Майдан, стоит против внешнего врага, агрессора, который, к сожалению, пришел войной. Есть ли шанс, возможность победить в этой войне? Сто процентно есть этот шанс, эта возможность. Почему? Потому что Украина защищает свою страну, свою землю, своих людей, свое государство. Он не воюет ни с кем. А история человечества говорит о том, что все агрессоры всегда когда-нибудь распадались и проигрывали. А те, которые защищали свою родину, они побеждали. Так и сейчас будет. Тем более, что с нами весь цивилизованный мир. Нам только надо продержаться. 22-го числа я был дома у Сергея на родине. Поклонился могиле, положил цветы, помолился за него, поговорил с ним в сердце своем. Обнял, пытался утешать родителей его. Да, Сергей – это первая жертва. Сергей – это был очень светлый человек. Это романтик. Это человек, который был нежным, теплым, чистым, честным. И в каком-то смысле чистоты сердца он был моложе своего возраста. Но, с другой стороны, это был настолько глыба, такой внутренний стержень, в смысле крепости и понимания, чего он там стоит и чего он хочет. Он мечтал о европейской Украине. Вот этот юнак, вот так он мечтал, он считал, что мы должны стать европейским государством. Это наша перспектива, это наше будущее. И он в этом был очень крепок. И вот такие Сергеи победили на Майдане. И вот такие Сергеи сейчас страну защищают. И очень часто пугают Украину, что какая же там мощная военная сила у России. Ну, у Януковича у режима была такая мощная сила, которая казалась, что расшатать невозможно. Ну, это все немощная сила. Это металлический и человеческий мусор, который привезен в Украину, чтобы убивать людей. Оно распадется. Нам надо только держаться. Держаться, защитить свою страну. Оно все проиграет. Время на нас работает. Время работает на нас. Надо беречь жизни друг друга. А это возможно, когда у нас будет армия станет еще сильнее, еще крепче. И вот сейчас, когда призыв, мобилизация, там пытаются это тоже критиковать все это. И я бы ребятам сказал, тем, которые призывают, молодым, тех, которые, специалистов сейчас, мобилизация, военных специалистов. Я бы сказал, там и каждый из нас, как только позовут, призовут, готовы будем прийти и защитить страну. Потому что, ну, война. А войну эту можно выиграть. Потому что у нас война за жизнь свою. А не за то, чтобы отвоевывать у кого-то 50 метров земли. Никогда это Украине не нужно было, и это нам не нужно. Мы будем побеждать в этой войне ради жизни. Я думаю, что у Украины хорошее будущее. Как только мы будем забывать наших любимых, мы перестаем быть человеком. То есть, вот смотрите, когда в Украине привозят погибших и хоронят, люди на колени опускаются. Я, взрослый мужчина, я плачу тогда, опускаюсь на колени. Вот такая память, такая память любви, это говорит о том, что они живы. Потому что, в общем-то, Бог нам обещал. И без Бога жизни нет. И Бог обещал, что есть вечная жизнь. И это известно во всех церквах, во всех верованиях. Люди, которые погибли, жизнь отдали ради другого, они сразу на небо пошли. Защищая другого, они сразу на небо пошли. И помнить надо, чтобы небо и земля было связано. Чтобы мы были в любви, небесной любви, которую на земле будем проявлять. В этом победа. Субтитры сделал DimaTorzok